Ребят, всем привет, с вами Джамбо Макс, и в этом видео я вам расскажу о сливах конференции Xbox на E3 2019. E3 не за горами, поэтому в сети гуляет всё больше и больше слухов. Ну а мы начинаем всё больше ждать эту выставку, поскольку там покажут и новые, а также старые, но ещё не вышедшие видеоигры. В этом видео я вам расскажу о примерном плане того, что нас ожидает на конференции Xbox на E3 2019. Ожидается, что она будет невероятно топовой и интересной, ну а как ещё по-другому-то? План, который я озвучу, кажется весьма правдоподобным на 88%. Но всё равно относиться к этому плану я призываю вас как к слуху, не более. И давайте начнём. На конференции нам должны показать обязательно Gears of War 5. Скорее всего покажут большой отрывок геймплея и озвучат дату релиза. По слухам из сети, скорее всего игра выйдет в сентябре. Покажут ещё один трейлер Gears Tactics, если что это некая стратегия по вселенной Gears of War. Должны вместе с ним рассказать о дате выхода и объявить, что она тоже выйдет на Xbox One. Ибо выпускать её только для ПК это довольно-таки странное решение. Ведь Xbox One тоже поддержит клавиатуру и мышь и в принципе ничего не мешает этого сделать. Покажут в третий раз новую часть Ори. Честно заколебался ждать, так же как и Battle Tots. Его кстати тоже должны показать, только на этот раз геймплей. Ибо тизер трейлера на прошлой Е3 было мало и он вообще мало о чём нам рассказал, поэтому будем ждать. Для него кстати я жду, очень интересно посмотреть на этот проект. Покажут трейлер игры The Outer Worlds, если что это новая игра от студии Obsidian. Ну плюс объявит дату скорее всего. Если честно, то вообще не ставлю на этот проект, как-то не зацепил. Должны показать геймплей Cyberpunk 2077, Age of Empire 4 и новый контент для Море Воров. Ну а самый горячий я оставил напоследок. Держи ачивку. Красава, что досмотрел до этого момента. Итак, самое прикольное, что нам должны показать, это новый IP от студии Ninja Theory. По слухам, это будет игра, которая будет и на новом, и на старом поколении консолей. Кроссген так называемый. Кстати, когда был слух о том, что игра будет представлять собой космическо-приключенческий кооперативный файтик на четырёх игроков. Меня это наводит на мысль, что будет а-ля Скалбаунд, но уже совсем в другой обёртке. Нас может ожидать и новая игра по вселенной Fable. Слухов было невероятно много, и если же Fable в итоге не покажут, я как минимум скажу, да вы чё там офигели, а? Так как мы должны хоть что-то показать, ну не даром ведь эти слухи. И скорее всего, это, кстати, будет эксклюзив для следующего поколения. Также обязаны нам рассказать о стриминговом сервисе xCloud, как будет работать, сколько будет стоить и так далее. Просто было обещано, что бета-тест будет в первом квартале этого года, но в итоге нифига. Поэтому ждём анонса теста прямо на E3. И, конечно же, нас ждёт информация о новом Xbox следующего поколения. Скорее всего, нам тизернуть так же, как и Project Scorpio когда-то. Ну прям чутка, чтобы все офигели от Teraflops. Вместе с ней должны показать ещё один трейлер Halo Infinite. Должна озвучить дату релиза, естественно. Не думаю, конечно, что нам покажут геймплейный трейлер, но думаю внесут ясность, какой будет игра. Помимо всего, не обойдётся без трейлеров мультиплатформы, возможного анонса переиздания Resident Evil 3, маленького тизера новой Форзы и ожидается, что на конференции будет несколько японских новых игр. Но не зря ведь Фил Спенсер гонял туда пару раз. Есть вероятность, что нам покажут ещё несколько новых купленных игровых студий, которые будут теперь под крылом Microsoft. Вот если вдуматься, блин, куда столько? Куда, Фил? Я очень надеюсь, что из этого всего многое окажется правдой и просто с нетерпением буду ждать этой выставки. Особенно буду ждать информацию об xCloud, информацию о новой консоли и подробностях о развитии экосистемы Xbox. Мне это действительно интересно. Ну и, конечно же, жду эксклюзивы Microsoft. Куда же без них? Ну а что больше всего ждёшь ты? Пиши об этом в комментариях. А на этом мы и всё. Если понравилось видео, ставь лайк, подписывайся на канал и большое спасибо тебе за просмотр. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok